Эта история началась весной. Жители домов по Змейногорскому тракту 15 лет считали этот фрагмент Барнаульского ленточного бора своей придомовой территорией. Но неожиданно узнали, земля им больше не принадлежит. Участок, где жители за свой счет сделали детскую площадку, мэрия Барнаула отдала многодетной семье под частную застройку. Оказалось, застройщик в свое время не провел межевание территории, и это в будущем позволило формально ее отнести к самовольно захваченной. Более того, стало известно, что на соседний внушительный зеленый участок также претендует несколько семей. Жители категорически не согласны с этим. Они подали иск в Центральный районный суд. Десять человек обратились с иском. Ответчик у нас Гладышева Елена Андреевна, который передан участок, как мы считаем, незаконно на часть придомовой территории, принадлежащей ТСЖ городок. Ответчик, в том числе, Управление имущественных отношений Алтайского края, администрация Центрального района. Также в качестве третьих лиц к ответу призвали целый ряд городских и краевых ведомств. Как нам пояснили, не на камеру, в Краевом управлении имущественных отношений. Их ведомство лишь дает разрешение на получение участка, если документы на него в порядке. А в данном случае к документам вопросов не было. С точки зрения чиновников все было по закону. Более подробную информацию ждем в ближайшее время в ответе на официальный запрос. Уже законный же представитель владельца участка, который также был на заседании, уклонился от диалога. Давайте так, судебное разбирательство идет. После судебного разбирательства все вопросы, я думаю, у вас самих отпадут. Но пока их много, в том числе у суда. По итогам первого заседания судья запросил полную историю правоустанавливающих документов по спорному участку. Их рассмотрят на следующей встрече в суде, которая пройдет в сентябре. Жители городка уверены, все упирается в новый генплан Барнаула, ведь именно там часть городских лесов внезапно получила статус земли под малоэтажную застройку. Теперь они подали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, насколько эти изменения законны. Срок рассмотрения обращений в соответствии с 59-м федеральным законом может быть до 30 дней. Будут приняты все меры, проведена проверка. При необходимости приняты меры прокурорского реагирования и дан ответ заявителю. В Краевую прокуратуру, кстати, около двух месяцев назад поступило обращение по подобному земельному спору. Заявители – жители одного из домов по улице Кутузова, рядом с которым также под застройку для многодетных отдали часть ленточного бора. В этом случае прокуратура приняла сторону жителей многоэтажки и намерена требовать отмены изменений генплана для данного участка леса. Жители домов на Змеиногорском надеются, что надзорное ведомство их также поддержит. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.